Причина остановки. Причина остановки. Нарушение права дорожного движения. Пол 9 и 8. Движение транспортных средств на населенных пунктах остается исключенным в ближнем северном пункте. Ну все, покажите видео, дам документы, выпишите. Посмотрите, мы не карающий орган, это ваша безопасность, добрая. Еще раз, вы меня слышите, что я вам сказал? Да. Что? Согласно закону о полиции. В какой статье вы меня остановили? Причина вашей остановки. Нарушение права дорожного движения. Все, ознакомьте, согласно закону о полиции. 31 статьи, части 2. Со всеми нормативно-правовыми актами. Вы имеете право. Что я имею право? Не свитчите против себя. Вы, розгляд, справа уже пошел? Нет, я вам просто говорю. Ну так и все, давайте. Вы же прекрасно знаете, что вы ехали без... Нет, я ехал со включенным света. Все, ну действуйте, товарищи полицейские, действуйте. Что действовать? Ну я же говорю, мы не карающий орган. Вы сказали. Слушай, такой-то, такой-то ваши документы. С какого хера я буду вам документы? Просто вот так. Ну вот вы хотите поссориться, да? Ваши документы теперь. Ваши документы, пожалуйста. Ваша служба по свече. Вы не карающий орган. Да мне насрать, карающий вы или нет. Включайте. Можно посмотреть, я еще не увидел. Не снимайте, пожалуйста. Я говорю, покажите, не усугубляйте ситуацию. Юрченко, Сергей... Я не прочитал до полного ознаемления Юрченко, Сергей Викторович. Инспектор. Ну я не снимайте, пожалуйста. Я говорю, предоставь. Я вам предоставил. Я не прочитал даже номер вашего жетона. Я вам предоставил. Я номер жетона не... Я на камеру не буду показать. Вот смотрите, я вам предоставил. Что вы мне предоставили? Я вам предоставил. Ваши покажите, пожалуйста, ваши... Не снимайте, пожалуйста, я вам покажу. Да забыл спросить. Мне Конституция разрешает это делать. Тридцать четвертая статья. Что вы в этом? Я говорю, не снимайте, пожалуйста. Любым удобным способом. Меня можете снимать, я не прочитал. Еще раз говорю. Там ваши личные данные есть? Я не прочитал. Какие, например? Фамилия и отчество. Это личные данные? Да, личные данные. Там даже прописка ваша есть? Да, прописка. Причем прописка. Что такое персональные данные? Вы знаете вообще? Персональные данные. Фамилия и отчество тоже есть персональные данные. И это есть персональные данные. Вы не снимайте, пожалуйста, я вам покажу. Я говорю, выполните норму закону. Я не могу, ну хорошо, вы не снимайте. Еще раз говорю, выполните. Я еще раз говорю, я показал. Подостоверение. Вызывайте сюда старшего. Я говорю, вызывайте сюда старшего. Я на вас буду жалобу писать о том, что вы не выполнены закон о полиции. Вы не нарушаете право дорожного движения. Докажите, что я нарушиваю. 77-я статья Касса. Вы уверены, что это бампер? Вы уверены, что это бампер? Ознакомьте. Все, не вопрос. Я же говорю, действуйте ваше службово посвящение. Не снимайте, мы вам покажем. Забыл спросить у вас, мне конституция разрешает. Почему вы правоцируете, скажите, пожалуйста? То же самое сейчас водители вам будут точно так же показывать. Ну как? Потому что там персональные данные. Да не вопрос, ну что, смотрите, ну не снимайте и смотрите. Мы же не против показывать. Еще раз говорю. Но мы вам показываем водителей. Я не могу их прочитать, потому что вы их вот так держите. Ну вы же камеру на воде, вот они вам показывают. Да я забыл спросить, я плохо вижу. Камера фокусирует. Гэй, Гэдюн, Евген Александр, полицейский СРПП, ВП, 2082, 700, 700, что? 73. Ваше, номер, номер жетона совпадает. Номер жетона совпадает. Он из жетона, пожалуйста. Номер жетона совпадает. Снимайте, и все, я вам покажу. Ну хотите, снимайте, да? Ну так в чем проблема-то, да? Номер жетона, номер жетона, 2, 0, 82, 771. Все, поехали. Как я сказал, что вы провоцируете? Это что, такая причина остановки есть? Какая? Отсутствие номерного знака. Еще раз говорю, я когда, перед движением, садился в автомобиль, я убедился, что автомобиль, согласно ПДД, у меня исправлен. В чем вопросы? Так мы же не сказали, что мы вас будем карать, мы вас остановили. Вы сказали. Нет, я сказал. Ваши документы, все, инспектор такой-то, на основании чего? На основании отсутствия номерного знака. Вы говорите, вы убедились, когда вы садили в машину, убедились, что он был, правильно? Конечно. Вот теперь мы вам говорим, что вас отсутствует номерный знак. Пожалуйста, устраните неполадочки, правильно? Если вы садитесь за руль транспортное средство, учредились, не вопрос. Но сейчас он отсутствует, мы вас предупреждаем. Меня не это, не это, не это, не это, не это. Мы вас не караем, мы предупреждаем. Меня вы, понятно, что не сможете покарать, потому что вы знаете, что я вам мозг вы им огромной большой ложкой. Потому что вам тяжело общаться с теми людьми, которые подкованы. А вы не подкованы. Когда вы транспортное средство убедились, правильно? Да я убеждаюсь, всегда. Меня интересует, меня интересует. Мне необходимо будет устранить недостаток. Я не могу, получается, дальше двигаться, правильно? Получается, да. Все. Берите постановление. Берите, рассматривайте дело. Потом, если у вас будет мало доказу, вы согласно 247 части 1 Купапа, вы, может, либо закройте проваджение, либо не закройте проваджение. Вот там дальше будет СТУ, буквально через километр. Еще раз говорю, водитель. Я же вам еще раз говорю, мы не караем вас, мы предупреждаем. Мы ваше положение обходим и получаем. Меня может быть и нет. А другие водители страдают от того, что у них лампочка ночью не работает. От того, что днем я окажется без света еду. У вас нет ни переднего, ни заднего. Все, действуйте. Как вы, вы даже назад не ходили, не смотрели? Так, ну, что, я не вижу или что? Я же говорю, вы еще даже назад не ходили, не смотрели. А может, тогда автомобиль вообще в угоне, откуда вы знаете? Вы же не показываете документы. Да я и не обязан их сейчас показывать, на данный момент. Но в процессе рассмотрения дела, конечно, я вас ознакомлю со всеми документами. Вы же по закону все хотите, вот и я хочу по закону. Так я же вам еще раз говорю, мы вас с целью не карать, мы вас предупредили. Меня да нет. Ну что? А другого водителя, может, да и да. Понимаете? Да и да. Другого тоже, ну. Я вам еще раз объясняю. Покажите мне, согласно 251 статье Купапа, мои правопорушения, а именно то, что я ехал без включенного ближнего света, где я нарушил пункт 9.8. Правильно? Вы прекрасно знаете, пользуясь тем, что мы технически слабо оснащены. Вы прекрасно оснащены. У вас в автомобиле стоит что? Камера. Правильно? Не стоит у нас камера. А что-то у вас на торпеде лежит? На торпеде. Регистратор, да? Не регистратор, это отставка под планшет. И просто вы берете сейчас, ну, вы понимаете, что я не могу это доказать. У вас хорошо, вам будет достаточно, когда рапорт напишет ваш коллега. Это будет, как бы, доказ посправить. Вы просто понимаете, что вы будете тоже оспаривать все и скажите, что... Да я не только буду оспаривать. Да я что вам говорил. Я не только буду оспаривать, я еще буду вызнавать на право Аминьи Дии. Понимаете? И свое я все равно добьюсь. Ну, добьетесь. Правильно, поэтому я же говорю. Вы пользуетесь... Смотрите, давайте по одному. Давайте, вы говорите, я молчу. Я говорю, вы молчите. На месте будущего другого водителя, если бы даже водитель вам документы не показал бы, я думаю, что вы его тут бы кошмарили до посеведения. Это же вы так думаете, правильно? Я не думаю, я знаю. А вы сейчас берете, нас кошмарите до посеведения. Просто пользуясь тем, что мы реально понимаете, что мы... Я понимаю, что... Нет, чтобы входить в положение. Какое положение? Вот чего вы тут стоите? Вот вопрос. Вот чего вы здесь стоите? У меня вопрос. У вас служебных обязанностей нет. Бухих выявлять. Допустим, на мосту надо движение порегулировать. А не стоит там в жилетке непонятно кто. Нет. Мы каждое утро выезжаем на перекресток, за Чугуев. На перекрестке, правильно. Понятно. Вы стояли на перекрестке. Лично мы стояли. И вы останавливаете водителей. Лично мы стояли на перекрестке, скажите. Если человек еще отказывается, вы его начинаете кошмарить. И вы знаете, прекрасно. Если бы я этого ничего не знал бы, я, может быть, это и не говорил. А теперь я хочу, чтобы было все в норме закона. Потому что я так думаю, что нужно сюда чаще ездить и чаще с вами беседовать. Общаться. Так и же беседовать и общаться, а не провоцировать, правильно. Еще раз говорю, что такое провокация, можете мне сказать? Вы прекрасно знаете, что я не могу. Что такое? За технической оснащенностью я не могу вам, правильно. Смотрите. Давайте разберем поэтапно. Едет водитель с нарушением правил дорожного движения. А именно, у него отсутствуют номерные знаки согласно пункту 2.1.В. И согласно пункту правил дорожного движения 3.1.4. Правильно? Правильно. Вот. Вы это должны подкрепить непосредственно какими-то материалами. А именно это будет фото-видео фиксация, либо пояснение свитки и все такое прочее. Либо пояснение, либо объяснение. Не важно, что это будет. Не вопрос. Если вы считаете, что это бампер, будьте так любезны, ознакомьте меня. Согласно 31 статье, части 2. Что такое бампер? Покажите мне в гости, или в ДСТУ, не важно, как оно там будет звучать, что такое бампер, что такое накладка, что такое усилитель, что такое, допустим, колесо. Я не эксперт, правильно? Вы, полицейский, который визуально определяет техническую неисправность. Значит, вы должны были пройти определенный курс. Вы должны были пройти определенный курс. Значит, вы понимаете, что есть неисправность. И вы это понимаете? Нет, я ничего не понимаю. Я вообще не знаю в этом ничего. И вы понимаете это все прекрасно. Я же не эксперт, визуально вас отсутствует. Визуально что у меня отсутствует? Конкретно что у меня отсутствует? Бампер. Я говорю, покажите мне, что такое бампер. Все, пытание немало. Я перед вами есть. Давайте смотреть. Только ДСТУ мне откройте, пожалуйста. Просто берете и провоцируете. Ну все, значит, на провокацию нужно наказывать. Ну, зачем все, все время наказывать. Вы просто прекрасно понимаете. Что я прекрасно понимаю? Что я знаю больше вас? Ну, это же хорошо, что вы знаете больше. Вот и все. Каждый должен совершенствоваться, правильно, учиться. Ну, конечно. Приятно, когда знают кто-то больше. Ну да, вам приятно, когда не знают кто-то. Будем изучать. Бампер – это особое устройство автомобиля в виде простого бруса, который расположен впереди автомобиля. Цель его – предохранять автомобиль от значительных поломок при небольших авариях. Бампер автомобиля является обязательной частью кузова. Бампер держит удар и выписывается во внешний облик автомобиля. Визуально, правильно? Это что такое? Какой нормативный акт вы читали? Что такое бампер? Бампер у меня спросили. Вы не поняли. На какой нормативный акт вы ссылаетесь? Потому что, может, вы написали другу, а вдруг вам просто написали… Деста автомобиль, Деста бампер, правильно, да, это завод-изготовитель. Есть на автомобиле усилитель, есть лонжерон. Я вам говорю, визуально бампер передняя часть автомобиля. Вы слышали, что вы прочитали, что это груз? Это груз. Я не прочитал, что это груз. Прочитать еще раз. Это особое устройство автомобиля. Особое устройство. Правильно. А что у нас в ПДД написано про устройство? Ну, так как вы хотели. Бампер это устройство, правильно? Так и у нас… Давайте сошлемся на ПДД. Какой пункт ПДД даже по бамперу нарушил? Технически несправим автомобиль. Все, покажите. Что, технически несправим? Да. Технически несправим. Вот что там написано. Технически несправим. Технически несправим. 31,1 открывается. Листики уже. Сейчас открывает. Продолжение следует... 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 кого починить если есть почти так и откуда у меня у меня бампер и так присутствует это несущая конструкция автомобиля она стоит на месте а то что у меня якобы отсутствует эта накладка вообще то есть что то говорит об этом итак декоративная накладка я еще раз говорю оно все присутствует сейчас не присутствует да я не могу дальше ехать вы обязаны меня отстранить я вас предупреждаю вы не можете меня предупредить раз обязаны меня отстранить два так как это делаете с другими обычными гражданами которые не знают норму закона вы этим пользуетесь и люди от этого страдают все я просто хочу чтобы было все в норме закона и грубо говоря закона о полиции вы сейчас не знаете вообще что это за автомобиль а может это двойник а я пользуясь своими полномочиями решил поездить на двойнике где уголовная статья это 290 правильно у нас перебитие сейчас расскажу о а это Продолжение следует...